Нижняя Гастагайка, Красная Скала и Красный Курган. Теперь эти хутора объединяют единые маршруты. По обращениям местных жителей, два автобуса пустили навстречу друг другу. Как отмечают специалисты, основной поток пассажиров приходится с 7 до 9 утра. После изменения маршрута количество рейсов увеличилось в два раза, а добираться до Анапы стало намного проще. Нас так устраивает, особенно Нижняя Гастагайка, вообще прекрасно. Потому что мы как раз, по 8 часам сплеваем на работу, а так нет. А вы сейчас на этом маршруте ездите? Да, каждый день. Однако возникла другая проблема. Анапчане, живущие в районе дачных хозяйств, не могли добраться до Красного Кургана на одном автобусе. Когда через Красный Курган автобус ходил, с детьми ездили. Сейчас я даже не вижу этих людей, не знаю, как они добираются. Вот в чем дело. Не ездят, да? Нет, их не видно на этом автобусе. По просьбе транспортного отдела перевозчик пошел навстречу и сделал проезд от Красной Скалы до Кургана абсолютно бесплатным. Проводим мониторинг самих маршрутов, то есть изучаем пассажиропотоки, изучаем наполняемость автобусов, пассажирские корреспонденции, кто куда ездит для того, чтобы вносить какие-то корректировки, чтобы и людям удобно было. В то же время перевозчик не бросал данный маршрут по причине его нерентабельности. То есть соблюдаем какую-то золотую середину. Но больше у нас превалирует это население. То есть первоочередные мероприятия для населения у нас проводятся. По словам специалистов, в новые маршруты пока не будут вноситься корректировки. Как показывает статистика, более 90% рабочего населения хуторов устраивает эта схема движения. Подстроить маршруты индивидуально под каждого жителя не получится. Но отдел по транспорту и связи продолжает работать с обращениями анапчан. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.